Сегодня в зале администрации района состоялась 39-я сессия Совета народных депутатов. В ее работе приняли участие глава района Заур Хамирзов, вновь назначенный прокурор района Алексей Зобнин. Его представили в начале совещания всем присутствующим. Всего народные избранники рассмотрели шесть основных вопросов и один дополнительный. Первым перед депутатами с отчетом об итогах деятельности за 2021 год выступил председатель СНД Александр Брянцев. Непростая экономическая обстановка, сложившаяся в начале 2021 года, и введение режима повышенной готовности Республики ДГР несли коррективы в жизнь общества. Деятельность депутатов и Совета народных депутатов была переведена на удаленный дистанционный режим, в связи с чем возникла необходимость поиска новых методов осуществления возложенных полномочий. Организация деятельности Совета народных депутатов председателя осуществлялась в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. По уставам муниципального образования Кашхабовского регламентом Совета народных депутатов на основе плана нормотворческой деятельности Совета народных депутатов за 2021 год. Деятельность Совета народных депутатов осуществлялась коллегиально. Основной формой работы являлись сессии. С марта 2021 года заседания Совета Народных Депутатов проводились в режиме ВКС. Всего за отчетный период проведены 9 сессий Совета Народных Депутатов, муниципальные обзорники Шкафы из Крым, проводились заседания депутатской фракции «Единая Россия», работала комиссия по бюджету. Средняя явка депутатов на сессии составила 80%. На заседаниях Совета Народных Депутатов было принято 67 решений, из них 28 решений нормативного характера. Несмотря на сохраняющуюся напряженно-эпидемиологическую ситуацию, депутаты Совета Народных Депутатов продолжали активно использовать в своей форме непосредственно осуществления местного самоуправления населением района. Это публичные слушания. В условиях соблюдения принятых санитарно-эпидемиологических мер в 2021 году было проведено 3 публичных слушания. Это слушания по внесению изменений в устав муниципального вызывания бюджета района, а также подтверждение отчета о его исполнении. Хочу остановиться на основных моментах работы. В соответствии с федеральным законодательством Республики Адгея, в 13 статей устава муниципального вызывания Кашкабрис-Крайон были внесены соответствующие изменения. Утверждено два новых положения. По контрольной счетной палате муниципального вызывания Кашкабрис-Крайон, об управлении муниципальным финансовым контролем администрации муниципального вызывания Кашкабрис-Крайон. На 37-й сессии Совета народных депутатов муниципального вызывания Кашкабрис-Крайон утвержден состав кандидатов на размещение на доске почета муниципального вызывания Кашкабрис-Крайон. Большую долю работы Совета народных депутатов муниципального вызывания Кашкабрис-Крайон составляет исполнение контрольных функций. В 2021 году на сессии Совета народа депутатов муниципального образования Кашкабырский район дослушаны отчеты главы муниципального образования Кашкабырский район, начальника отдела МВД России Кашкабырский район, председателя контрольной счетной палаты Кашкабырского района, отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Кашкабырский район за 2021 год. Утвержден бюджет муниципального образования Кашкабырский район на 2022-2023-2024 годов. Рассматривались и принимались изменения в бюджет муниципального образования Кашкабриска района. Всего за 2021 год рассмотрено 12 бюджетных вопросов. Важным направлением деятельности Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабриска района остается работа с населением, которое носит многоаранный характер. Прием населения – это фактически прямая адресная помощь жителям нашего района. Считают этот формат взаимодействия ключевой частью депутатской работы. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация предиктовала достаточно жесткие требования. Общение с людьми было организовано в дистанционном и телефонном режиме. Однако это вовсе не снижало остатки вопросов, с которыми жители обращались к депутатам. Ставить народных депутатов – это открытый орган народного представительства. Естественно, такой подход предполагает и прямой диалог с избирателями. В течение 2021 года мною депутатами Совета народных депутатов, членами партии «Единая Россия» проводился прием граждан, которые посетили жители района с наиболее важными вопросами. Это переселение из ветхо-аварийных жилья, улучшение жилищно-коммунального хозяйства, дорог, трудоустройство, электрогазоснабжение, вопросы в сфере здравоохранения, оказание материальной помощи. С учетом особенностей 2021 года депутаты использовали любые возможности для четкого и благотворного взаимодействия со своими избирателями, органами местного самоуправления. Осуществляли адресную медицинскую помощь социальным учреждениям, малоимущим и нуждающимся в категории граждан. В четвертом квартале 2021 года утвердили участие в программе комплексного развития сельских территорий, в рамках которой предусмотрено строительство социально значимых объектов и объектов инфраструктуры. Одним из существенных условий реализации этой программы является внебюджетное софинансирование. Не остались в стороне этого вопроса и предприниматели депутатского корпуса района, которые внесли во внебюджетный фонд порядка 500 тысяч рублей. Безусловно, важным является опыт участия депутатов, проводимых совместно с представительными администрациями района, осмотром строящихся и вводимых в эксплуатацию объектов инфраструктуры района, строительства объектов социальной направленности. Убежден, что подобный формат будет способствовать более плодотворному сотрудничеству органов местного самоуправления с депутатским корпусом, способствовать осуществлению профессиональной деятельности, направленной на повышение уровня удовлетворенности граждан, муниципального образования Кашхаберского района, работы муниципальных органов власти. Депутаты и Советы народных депутатов всегда открыты для общения со своими избрателями и готовы к дальнейшему конструктивному сотрудничеству в рамках реализации поставленных задач. Деятельность депутатского корпуса регулярно осуществляет средства массовой информации на сайте администрации, муниципального образования Кашхаберского района, в районной газете Кашхаберские вести. Максимально качественно решать вопросы, касающиеся жизни района, можно только путем выстраивания рабочих, консультивного взаимодействия и поддержки постоянного диалога между всеми органами местного самоуправления. В проведении каждого заседания Совета народных депутатов активное участие принимает глава района. Рабочая обстановка выстроена заместителями главы администрации района, руководителями структурных подразделений администрации, которые нужны счетной палатой, главами сельских поселений. В процессе разработки проекта нормативно-правовых актов Совета народных депутатов муниципального образования Кашхаберского района на постоянной основе осуществляется взаимодействие с прокуратурой района, представителей которой оказывают конструктивную помощь. Безусловно, такое конструктивное взаимодействие позволяет оперативно учитывать замечания и предложения надзорного органа, положительно сказывается на качестве муниципального правотворчества. По обращениям граждан всегда во всем возникающим вопросам, чувствам с поддержкой, понимания со стороны, руководство центральной больницы, пенсионная фонда, социальная служба, консессионная, газовая служба, электросетейно-разбитая. Сегодня такая совместная работа позволяет находить оптимальное решение актуальных вопросов жителей нашего района. Благодаря общим усилиям удалось решить немало вопросов, но есть еще и много нерешенных задач. В 2021 году, как мы видим, было не из легких и намного сложнее предыдущих. Наша общая задача – исполнение всех возложенных полномочий в рамках имеющих финансовых возможностей. Успех преобразований происходящих в нашем районе во многом зависит от совместной работы, от доверия друг к другу, доверия людей к власти. С отчетом о результатах оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев прошлого года выступил и начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Михаил Тарановский. Он отметил, что общественно-политическая ситуация в районе с учетом введенных ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции оставалась стабильной и существенного влияния на криминогенную обстановку не оказывала. Ежедневная оперативная и профилактическая работа позволила нам сохранить должный контроль в районе и допустить резонансных нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и масштабных чрезвычайных ситуаций. На территории района обеспечена охрана общественного порядка и общественной безопасности по проведению общественно-назначенных массовых и партийских мероприятий. На сегодняшний день нами налажено тесное взаимодействие и понимание в этих вопросах администрации муниципального образования Кашхабльского района. Приняты меры по недопущению проявления экстремизма, прожигания конфликтов на межнациональной и религиозной почве, защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и государственных институтов террористической угрозы. В 2021 году от граждан и организации Кашхабльского района, межпуспальный отдел Кашхабльский, поступило 2138 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, по результатам рассмотрения которых возбуждено 136 уголовных дел. По 471 материалу принято решение об отказе от возбуждения уголовного дела, 535 рассмотрено в соответствии с кодом самоадминистративных правонарушений. Докладчикам отмечено, что криминогенная ситуация в районе характеризуется незначительным ростом общего количества выявленных и зарегистрированных преступлений. Так, за отчетный период на территории района зарегистрировано 168 преступлений. В целом, криминогенная обстановка на территории характеризуется как стабильная. На это указывает и отсутствие зарегистрированных преступлений в ряда категорий, а именно с применением использования оружия, изнасилований, хулиганства и другие. В структуре зарегистрированных преступлений отмечается рост количества преступлений, по которым предварительное следствие обязательно. С 72 преступлений до 74 на 2, то есть на плюс 2,8%. И преступлений, по которым предварительное следствие необязательно, с 88 до 94, на 6 больше. В следующем году зарегистрировано меньше преступлений, связанных с тражами, на 18 преступлений. Наблюдается снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, с 11 до 6. И наркопреступлений с 7 до 6. Всего раскрыто и расследовано 137 преступлений. Процент раскрываемости составил 79,7. В остатке остались 35 нераскрытых преступлений. Кроме того, на территории обслуженно допущено совершение одного разбоя. При этом следует отметить, что указанные преступления в усилии сотрудников полиции все были раскрыты. Наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе и на улицах, с 16 до 7. В состоянии алкогольного обвинения на одно меньше, с 45 до 44. Произошел рост преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими, с 72 до 79. А также совершенного на преступление лицом в состоянии наркотического обвинения. За истекший 21 год сотрудниками отдела на территории обслуживания документируют 7 фактов незаконной реализации спиртосодержащих жидкости. При этом изъято 4 литра алкоголя. За 12 месяцев в Кашкавельском районе несовершеннолетние совершено 3 преступления. Не меньше опасно для жителей представлять дорожно-транспортные происшествия. Отделом ГИБДД реализовывается комплекс информационно-пропагандистских и производительских мер, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания. В том числе и посредством размещения печатных СМИ на телевидении и в сети интернета. Однако, несмотря на это, в стекшем году зарегистрировано одно дорожное транспортное происшествие. Больше с 18 до 19, но при котором погибло 9 граждан, что значительно больше, чем в 2020 году. В 20-м году таких случаев было 4. И 24 человека получили телесные повреждения. С учетом внешнеполитических факторов, не теряет своей актуальность угроза терроризма. Нами в этом направлении проводится постоянный мониторинг ситуации. Организовано проведение штабных тренировок и тактика строительных занятий. Принято участие в обследовании объектов, входящих в перечень объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения, образования и культуры, расположенных на территорию района. В соответствии с требованиями руководящих документов по работе с обращениями граждан в системе МВД России, в отделе ведется постоянный контроль над порядком рассмотрения устных и письменных обращений граждан, сроками рассмотрения обращений. В истекшем году поступило 31 обращение жителей Кашхабрского района. Наиболее актуальными проблемами остаются вопросы, связанные с деятельностью участковых и полномоченных полиции в сфере экономической деятельности и безопасности дорожного движения. Кроме того, руководством принято 30 человек по вопросам трудоустройства в органы внутренних дел. По всем вопросам в свое время приняты соответствующие меры. Ни одно поступившее обращение, устно или письменно, ни одна жалоба на действие сотрудника полиции не осталось без рассмотрения ответа. В целях формирования общественного мнения, деятельности сотрудников органов внутренних дел на поставленной основе является взаимодействие со средствами массоинформации, институтами гражданского общества, по объективному информированию населения о деятельности полиции, в том числе о проводимых профилактических мероприятиях. Мы активно взаимодействуем с гражданским обществом. Невозможно предпринимать действие меры без доверия общества. В дальнейшем нами будет развиваться и внедряться новые формы такого сотрудничества. Хочу заверить, что личный состав отдела приложит все усилия, чтобы обеспечить выполнение задачи по охране правопорядки и борьбе с преступностью, защите конституционных прав и законных интересов граждан в 2022 году. Здесь мы рассчитываем на постоянное внимание и поддержку депутатского корпуса и общественных организаций. После завершения своего выступления начальник межмуниципального отдела МВД России ответил на интересующие присутствующих вопросы. Третьим вопросом повестки дня стало обращение председателя СНД к жителям района, руководителям организаций, учреждений, предприятий. Дорогие земляки, 9 мая 2022 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. И чем дальше в историю уходит Великая Дада 9 мая 1945 года, тем величественнее воспринимается подвиг тех, кто своей жизнью, мужеством, воинской доблестью и героизмом день за днем приближал к благороданную победу. Победа Великой Отечественной войне – это символ национальной гордости и воинской славы, и доблести нашей Родины. Это наша бесценная история, каждая страница, которая наполнена страданиями и болью, и борьбой, и Великой Победой. И сегодня долг каждого жителя Кашкабельского района сохранить память об ушедших фронтовиках, окружить вниманием и заботой живущих с нами ветеранов, кружеников тыла, семей погибших воинов. В связи с предстоящим празднованием 77-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией мы, депутаты Совета народных депутатов Кашкабельского района, обращаемся ко всем, кому дороги память о миллионах советских граждан, отдавших свои жизни и здоровье за свободу и зависимость нашей Родины, принять участие в благотворительной акции в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, их семей, вдов, дружеников тыла, ветеранов труда. Мы обращаемся ко всем руководителям органов и исполнительным власти Кашкабельского района, ко всем руководителям работников предприятия всей формы собственности и каждому неравнодушному жителю Кашкабельского района принять личное участие в этой благотворительной акции. Как и предыдущие годы, средства перечисленных в ходе акции будут направлены на оказание материальной помощи участникам инвелина войны, вдовам и семьям погибших воинов, изготовлению и установку мемориальных досок, уход за могилами и захоронениями героев Великой Отечественной войны, на мероприятия также по военно-матритическому воспитанию молодежи. На сессии были рассмотрены и другие вопросы, по ним вынесены соответствующие решения. Заслушав отчеты, глава района Заур Хамирзов пожелал председателю Совета народных депутатов и депутатскому корпусу успехов в работе. Он выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны депутатов в успешной реализации нацпроектов на территории района. Заур Хамирзов особо отметил, что Кашкабельский район, как и вся Россия, не остается в стороне и готова оказать всяческую поддержку вынужденным беженцам из Украины. На сегодня в районе создано пять пунктов сбора гуманитарной помощи, которая в скором времени будет доставлена по назначению.